Ну, какие перспективы для людей, которые хотят работать, например, в этой индустрии? Что ты видишь в будущем в России с этой индустрией? Слушай, ну вот я вижу, что некоторые люди, они возвращаются обратно, они хотят обратно. И на самом деле те, кто сейчас вот начинает объединяться между собой, что-то совместно строить, вот даже вот я людей тоже вот собираю так, будущее у нас самое позитивное, потому что у нас нету конкурентов, они все уехали. У нас очищение такое произошло, это вот наконец-то, сейчас нам дали шанс вырасти самим, поставить свое производство, это знаешь, как это фермерское хозяйство у нас стало подниматься, потому что тоже конкуренция ушла, вот эта вся иностранная компания, там сыры наши стали, научились делать там всякие вот молоко из-за колбасы нормальной, да, вот, и точно так же у нас сейчас и с нашей индустрией развлечения, она пойдет вверх. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале с Филином, сегодня с нами Юля, Юля, которая расскажет нам про интересные факты и мифы, которые существуют в CG индустрии. И почему мы об этом разговариваем, потому что Юля мне написала, сказала, что она работала где-то около 15 лет с американцами, ну, с иностранцами и, конечно, у нее есть чего рассказать. И, дамы и господа, я хотел бы сказать вам, если вы переехали обратно в Россию или собираетесь переехать обратно в Россию, у вас есть какие-то интересные истории про вашу жизнь на Западе, вы хотите поделиться вашими историями, чтобы вложить какой-то, ну, скажем, вклад во всю эту борьбу, то, пожалуйста, напишите мне с filin.gmail.com и вот и все, и можно будет назначить встречу по Скайпу или по Дискорду. Итак, с нами сегодня Юля. Юля, привет! Привет, Стас! Я Юля Забилина. И вот, как ты сказал, да, действительно, я цифровой художник, работающий в индустрии кино и игр уже на протяжении более 15 лет. Вот, а последние 5 лет я помогаю художникам зарабатывать и реализовываться в своем деле, обучая, как правильно работать с иностранцами. И в этом году так получилось, что из-за известных событий из России ушло более 100 компаний, связанных с кино и геймдевом. Включая такие студии, как Disney, Ubisoft, Electronic Arts, Blizzard и так далее. Не говоря уже о производителях софта, вроде Autodesk или Adobe, да, вместе с ними у нас отвалились и платежные сервисы типа PayPal, и вот сейчас уходит уже Payoneer последний, да. Вот, наша CG-индустрия, вот, она никогда не была особо большой, да, но в ней, ну, по общим данным, да, от моего наставника Гаины Охоты, это продюсер такая известная, у нас в индустрии раньше было 9 тысяч человек, вот, которые числились прямо на студии, вот, работали, да, это вся наша индустрия была, да. Это до пандемии. Вот, в этом году, учитывая вот эти вот, все, что у нас происходит, это у нас осталось где-то, ну, 2-3 тысячи человек, а то и ниже, учитывая, что вот ушел еще и Disney, Sony, да. Вот, очень многие у нас релацировались за границу, так как их поставили перед фактом, либо вы в Россию, либо вы переезжаете с нами, да. Да, кого-то там заставили переезжать за свой счет, но лучших они забрали с собой прям автоматически. Ну, и наряду с компаниями закрылись или почти умерли все известные фестивали, связанные с CG-индустрией. Тот же знаменитый наш CG-индустрия, проводящийся в декабре, официально закрылся навсегда, а на нем выставлялись наши все как раз такие известные студии, там, Ваком, Инвидия, вот, и остальные. У выживших студий, вроде Mail.ru или Bubble, конкурентов сейчас вообще не осталось. Индустрия вернулась чуть ли не в зачаточные состояния. У нас сейчас вот получается, что огромный пустой рынок и около 150 миллионов человек аудитории, которые вот постоянно смотрят кино, играют в игры, читают книги и комиксы. Их потребности у нас никуда не исчезали. И я вообще считаю, что Россия сейчас та самая страна возможностей, а не какая-то там Америка с Европой, где колоссальная конкуренция вообще во всем. При этом половина... Да, да. Да, слушай, Юля, интересно такой вопрос-то появился, потому что по-любому подписчики будут задавать. Да, да, да. А почему вот ты осталась? Я вижу, у тебя там русский флаг на елочке висит. Да, да, да. Почему ты осталась? Слушай, ну, я осталась, потому что, во-первых, я люблю Россию, и вообще последние 10 лет я постоянно прихожу к тому, что лучше жить в России, но работать на иностранцев удаленно. То есть получать их зарплату, живя здесь, потому что это ужасно выгодно. Ну, у нас получается, что где-то там 2-3 тысячи долларов они в среднем платят за проект, за те же обложки для книг, да, ну, что у нас в России платят столько, да, ну, не знаю. Даже иксмо, ну, и то очень редко. Вот. И просто потому, что в США не только выше зарплаты, но и выше стоимость жизни, а еще совершенно другой менталитет, вот я решила все-таки остаться здесь у нас в России, вот помогать нашим ребятам, вот учить их, как работать с иностранцами. Ну, это хорошо, то есть получается, наши ребята будут знать, как работать с иностранцами, и наши ребята и девчонки будут переманивать оттуда капитал в нашу страну, будут тратить на наши сервисы и развивать индустрию. Да, 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 привлекать финансирование оттуда сюда, вот. Ну, правда, вот знаешь, как получается, что, ну, там у них, конечно, проблем куча, и у нас тоже своих хватает, но вот проблемы с оружием, там запрещенные вещества, вот в Америке, в США, да, и тем же ЛГБТ и прочим, да. Вот это у них там все есть, но все равно вот мои студенты, они, ну, чаще это молодые люди, конечно, да, вот от 18 до 30 лет, они все хотят уехать из России, потому что там, ну, как бы там круче, там лучше жизни, больше платят вот эти зарплаты, как раз-таки к мифам о том, и к стереотипам о том, что вообще у нас вот сейчас бытует в России, вот особенно вот в моей сфере, да, они вот считают, что ничего нет и никогда не появится в России. Это вот как первый такой миф, да, и могу сразу ответить фактом, да, вот что за последние 10-12 лет, вот если брать по крупным таким студиям, да, у нас поднялась студия Bubble, создавшая рынок отечественных комиксов прямо с нуля, и студия Fenix, заработавшая там где-то полмиллиарда просмотров чисто вот на своих анимационных сериалах. А еще у нас Минкульт активно поддерживает творческие проекты, вот я недавно как раз познакомилась с одной девушкой-режиссером, чей анимационный фильм получил такое финансирование. Она шла от студии продюсерского кино и выиграла в конкурсе Минкульта, вот, ну, что ей теперь дало возможность платить аниматорам по 1000 рублей за секунду анимации. Причем вот по ее словам, в этом году конкурс выиграли почти все проекты, хотя обычно такого вообще не происходит. То есть ты хочешь сказать, что все-таки российское правительство пытается как-то профинансировать или помочь молодым CG-художникам, чтобы они развивались, правильно? Да, 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 у нас есть это проекты, там, то же самое студия Мечта Лёд, она тоже помогает в этом отношении, то есть не только там студии продюсерского кино, это просто надо их, ну, их поискать, найти. Вот они все есть в интернете, во Вконтакте особенно, и обратиться к ним, сказать, что вот у вас есть такой-то проект, вот, они вас посоветуют обратиться потом на такой-то конкурс, от Минкультов тоже самое, помогут вам там выставиться, там еще как-нибудь, не знаю, научат, как это все делать. Да, и вы вместе уже от студии пойдете, да, вот с ними. Понятно, а на всякий случай просто как легче всего и проще всего найти вот такие подобные конкурсы в интернете, чтобы, ну, чтобы не наткнуться на какие-то фейки или сайты, которые просто пытаются информацию собрать, потом перепродать. Вот где конкретно, я молодой, там, CG-художник, я не CG-художник, я не молодой, ну, допустим, куда мне нужно идти конкретно, чтобы получить грант от правительства на развитие CG, ну, себя, например, там, не знаю. Ну, вот как раз-таки сайт Минкульта, прям можно забить в сайт Минкульта, там просто вот, и у него будет вся полностью вот программа, там, питчинг вот этот вот, полностью вся инструкция, как вообще у них чего проходит, вот, там, ну, это как вот самое первое такое глобальное. Понятно, значит, лучше туда обращаться. Ну, давай тогда продолжим насчет мифов и стереотипов. Очень интересно послушать, я как бы уже предполагаю, что молодые люди, которые работают в твоей индустрии, говорят, и почему они хотят переехать. Ну, и, конечно же, я понимаю, откуда вся эта мотивация идет, когда иногда смотришь разные ролики в ТикТоке и в Ютубе, и видишь, как молодые девчонки и ребята просто заливают уши всякими разными веселыми и пропагандистскими, можно сказать, такими вот теориями, что на Западе все прекрасно, все хорошо, все политики добрые и так далее, и так далее, то понимаешь, что со временем ты начинаешь в это верить. Ну, хорошо, давай, рассказывай все-таки интервью. Это все то же самое. Пожалуйста. У нас бытают такие же абсолютно мифы, наверное, как и вот в остальных сферах, вот насчет вот Америки, что там, вот, что за границей больше ценят тех же самых художников, да, вот, или что там менталитет и отношение вот к нам совершенно иное. Вот, на самом деле, это далеко не везде так, да, это зависит от того, ну, допустим, вот у меня есть живой такой пример, да, вот в знаменитой студии МПС, которая известна по фильмам «Чужой», там, «Бросок обры», «Малефисенты», «Дамбы» и так далее, вот она там, в Америке у нее есть филиалы, и вот художникам там, наоборот, относятся к пушечному мясу, особенно вот в анимационном производстве. Вот люди там сменяются, как перчатки, и вот у меня просто есть коллега, который там работал, ему приходилось снимать квартиру там с еще тремя такими же коллегами, как он, аниматорами, вот в Нью-Йорке, вот чтобы просто вообще выживать там. Им платили в месяц полторы тысячи долларов, и он сказал, мне этого вообще не хватало, абсолютно. Полторы тысячи долларов, чтобы жить в Нью-Йорке, это вообще, это нищенская зарплата, как он на такое согласился? Я не знаю, как он согласился, но он просто мечтал работать в кино, и он сделал свою мечту, но ему пришлось пахать без выходных, там, с утра до ночи, вот, но он не выдержал так. Он годик поработал, сказал, все, нафиг мне эту такую работу. Знаешь, это звучит как, вот как в Америке любят-то ездить в Голливуд, чтобы познакомиться с директорами или директорами, там, с актерами, потому что у них мечта быть актерами и актрисами, и так вот редко у кого так получается, в основном они работают в кафешке, там, барменами или баристами, зарабатывают копеечные там деньги, вот, ну, была такая мечта. Да, тут похоже на то же самое, просто. Он тоже думал, что вот сейчас он начнет, пускай за копейки, а потом дальше он, у него карьера пойдет, и его там будут другие студии переманивать, ну, тут тоже такой, по стереотипам подумал, что вот так вот можно там, как в кино, вот, показываешь, что вот начинаешь там чуть ли не с уборщика, и у тебя там потом ты, может, до директора дорасти, не получилось у него за год вообще. Да, и вот как раз-таки это третий, можно назвать, стереотип, да, что за границей больше платят. Нифига там больше могут не платить, это смотря где, смотря куда ты попадешь, там же связи нужны еще свои, там, знакомства, но вот у меня есть еще один друг в Канаде, уже полужизни там живет, и он за полужизни, он не смог там вообще никак реализоваться, даже просто в тусовку какую-то попасть, потому что там, чтобы даже с кем-то познакомиться, надо знать того, с кем надо познакомиться, вот, то есть там вот все, очень сложно у них. Ну, обязательно, да, это же называется networking, это довольно-таки нормальное явление расширять свою сеть тех людей, кого ты знаешь, чтобы можно было потом найти работу или сделать какую-то определенную сделку. Это я ни в коем случае не говорю, что это для того, чтобы делать что-то нелегальное, это просто познакомство, вот и все. Многие находят также работу познакомству, как и в любой другой стране мира. Еще язык важен. Да, язык тоже важен, но не надо на это смотреть. Вот я знаю, что люди думают, что вот даже мои близкие, родственники некоторые думают, что в России все только познакомству. Ну, как бы я много чего добился без знакомства, но я знаю, что и в Канаде тоже можно и так, и так. Но обязательно нужно иметь свою сеть знакомых или друзей. Как же говорят в бизнесе, ты являешься тем, с кем ты там дружишь. Пять вот людей из твоего окружения. Если ты постоянно сидишь алкоголиками и наркоманами, то ты как бы алкоголик и наркоман. Ну, или, по крайней мере, идеи крутятся вокруг алкоголизма и наркомании. А есть ли вокруг тебя предприниматели, адвокаты или еще кто-то? Может быть, они повлияют на тебя, чтобы ты смог добиться чего-то лучшего, заработать где-то деньги, открыть свою компанию и так далее, и так далее. Ну, вот приехал туда человек, жил он в Канаде, живет в Канаде. И очень интересно узнать его историю кратко. Ну, он изначально туда поехал, чтобы как раз-таки сделать эту американскую мечту, чтобы работать в Голливуде. Но только он переехал в Канаду, а не в США. Он думал так, вот сейчас я сделаю карьеру программиста. Там у него какая-то известная компания рекламная, он не стал это раскрывать. Но он сказал, он там проработал как раз-таки 15 лет, у него зарплата 6,5 тысяч канадских долларов. Но при этом, ну, родителям гордятся, им все довольно, да, все хорошо, да. Но при этом он сам чувствует в душе пустоту. В том, что он не смог, вот по своей его творческой профессии, он композитором мечтал стать в Америке. Вот, он не смог просто даже попасть в эту всю сферу музыкальную. У него даже клиентов не было вот таких вот каких-то, ну, просто чтобы деньги ему платили. То есть ему приходилось все время работать за бесплатным. То есть он думал, ну, сейчас я чуть-чуть побесплатно там поработаю, несколько там фильмов озвучу, там напишу музыку, и ко мне потом нормальные клиенты пойдут. Нифига, не получилось абсолютно. Он проходил всякие курсы, он попадал ко всяким наставникам, к учителям. Вот, ну, я думаю, здесь он сам по себе необщительный человек. То есть ему тяжело, наоборот, вот первым знакомиться, там, куда-то вот ходить на какие-то встречи. Он больше такой замкнутый. Вот, и сейчас он пошел в терапию к психологу, вот, чтобы как раз-таки разобраться в себе и понять, а нужно ли ему все-таки оставаться в Америке, в Канаде и продолжать вот такую жизнь. Потому что работа, вот, программист, она перестала ему вообще приносить какие-либо, ну, удовольствия, радость. То есть он приходит, рутину свою выполняет, и все. Его это, в принципе, не напрягает, деньги капают. Но в Россию он тоже особо вернуться не может. У него ипотека. Вот в чем проблема. Понятно. А как ему в Канаде вот эти 6,5 тысяч хватает на жизнь? Ну, у него половина сейчас еда, это аренда. Ну, не аренда, а именно ипотека вот эта. Он выкупил себе квартиру, причем хорошие квартиры. Там где-то у него небоскреби, он живет в Антарио. Вот, ну, говорит, ну, живу. Жены нету, ничего нету. Там у него есть брат старший, он живет как раз-таки тоже в Канаде. И все. Говорит, ну, он не живет, он существует. Все так вот, да. Тут, конечно, можно сказать, но кто-то может написать, что вот зачем он брал такую дорогую ипотеку, мог где-то там в курятнике за полторы тысячи жить, и тогда он смог себе оставить какие-то деньги на жизнь, правильно? Или вот проблема... Сколько он в Канаде живет? Пол своей жизни, ты сказал, да? Ну, половина, да. Половина. Ему где-то 36, что ли, да. 36. Он еще там, да, 36. Где-то, ну, лет 20. Понятно. Он туда еще, да, студентом уезжал учиться. Понятно. Ну, значит, его вот так вот заманили туда студентом, хотел он стать кем-то и... Ну, как бы... У него родители еще говорили, мол, если ты тут на родине будешь работать у себя, то у тебя будет зарплата максимум 60 тысяч, как у программиста. А там ему 6,5 тысяч долларов платят. Ну, правда, там и стоимость на все выше. Конечно. Я не знаю именно в какой сфере он работает и какая стоимость программиста. Ну, рекламная какая-то у него компания, там они какие-то платформы рекламные разрабатывают. Понятно. Ну, тут программисты вроде бы как зарабатывают неплохо. И, кстати, не только в Москве, и в других, и в регионах тоже я заметил. Ну, по крайней мере, я смотрел. А сколько вообще вот программисты с хорошим стажем зарабатывают у нас по твоему опыту? Или мне нет? Ой, ну, у меня разные. В знакомых, в друзьях были программисты. У них, знаешь, как тоже от 60 тысяч и до бесконечности. Вот у меня был один парень, он зарабатывал в месяц. Он был программистом каким-то, архитектором дата-центров каких-то. Он зарабатывал под миллион в месяц. Я знаю, у моего брата есть один друг молодой, намного моложе меня, это 100%. Он зарабатывает 200-250 тысяч. Так что зарплаты разные, причем на эти деньги. Ведь все-таки программист не обязательно должен работать из одного офиса, из одной точки. Программист может уехать на месяц куда-нибудь на Алтай, пожить там, посмотреть на великолепную там природу и так же программировать. То есть переезд в Америку. Вот знаешь, я услышал вот эту историю. И интересно, если человек, например, поставил себе цель разбогатеть в Америке или осуществить свою мечту и одновременно это нужно сделать в Америке, то тогда человек, конечно же, ставит очень большие, скажем, риски на то, что у него получится. А почему риски? Потому что если не получится, то у человека будет полностью нарушена психика. Как же так? Ему обещали ехать в Америку, где он должен был стать кем-то или она. А получилось так, что, как бы, может быть, и по другим причинам не получилось. Может быть, не получилось, потому что он слишком закрытый, ему нужно развивать свою сеть. А может быть, в России ему друзья могли помочь, в школе, контакты свои бы были. Нет, он уехал, потому что обязательно в Америке все богатеют. Ну, как бы, ну, он уехал еще и в Канаду, конечно. Там в каком-то смысле и посложнее тоже разбогатеть, чем в Америке. Вот, хотя американцы называют Канаду новой американской мечтой, потому что якобы там некоторые вещи более доступны. Ну, даже не якобы, а, например, образование более доступно, чем в Америке, здравоохранение более доступно, чем в Америке. Америка в США, конечно. Да, там безопаснее, как я слышал. Да, да, хотя и проблемы тоже сейчас существуют, но намного безопаснее тоже. Вот, видите, хейтеры, я не обсираю страны, я просто сравниваю. Я сейчас не обосрал Канаду, я сказал, что она лучше Америки. Ну, как бы это, как бы, как-то так. Давай тогда перейдем. Вот, он сейчас идет к психологу, шесть с половиной тысяч. Ты говоришь, ему не хватает на жизнь. Да. И вернуться он не может из-за ипотеки. Хочет ли он, ты знаешь, ты с ним не дала. А, еще не, подожди, да, я общалась с ним, он еще не хочет вернуться, ну, потому что, ну, говорит, я уже русский подзабыл, я уже не так хорошо работаю, как бы, в смысле, разговаривал. Еще у него, я так поняла, чисто по общению с ним, он не хочет родителей расстраиваться, расстраивать. Потому что, если он вернется оттуда, то есть там-то он успешный человек, да, вернется в Россию, в нашу Рашку, да, то все, это значит, что он не сумел там чего-то добиться. И, ну, как позор такой, как неудачникам будут его считать. Вот у меня лично такое ощущение, потому что бывают такие люди, тоже встречал их, они будут хвататься там за последние соломинки, оставаться в Америке, там где-то в Европе, но в Россию не на огонь. Ну, обычно такие люди как раз и очень активно ведут себя в интернете, и каждый раз, когда кто-то говорит, нет, у вас, например, вот я недавно выпустил видео, и кто-то прокомментировал так, потому что человек сказал, что вот я там неудачник, потому что я там обсираю Канаду. А я всего лишь сказал, что, доказал, что их политики тоже богатые люди, и они не обычные канадцы. То есть тут, понимаешь, когда ты поговоришь с обычным канадцем, и ты вот скажешь ему вот это, он скажет, да, это правда, и он еще, я могу добавить кое-чего, он много чего может рассказать. Обычный канадец, когда ты иммигранту говоришь, русскоговорящему, русскоязычному, что это так, по факту, там сразу идет какая-то, как будто человека лично оскорбили. Ты что? Ты что это делаешь? Нет, зачем? Стой! А я знаю почему, потому что психический человек страдает. Вот он не хочет, чтобы так говорили про эту страну, где он сейчас живет. Потому что у него самого наверняка не получилось никак. Вообще никак. Потому что обычные канадцы, особенно те, у которых получилось, они еще больше будут подтверждать эту информацию. Что да, в Канаде и коррупция есть, что да, и политики там богаче, чем обычный народ. Но, как бы, скажи это, русскоязычный сразу обидится, типа, как-то так. Это психическое какое-то расстройство. К сожалению, такие люди существуют, и они громче всего орут в интернете. Ну да ладно. Тут еще хейтерство у нас есть в индустрии, которое тоже подбивает, зачем вы здесь живете, езжайте туда, там же лучше, там же круче. Это хейтерство или пропаганда? Хейтерство. Ну, о хейтерстве и пропаганда. Расскажи. Давай-давай, с хейтерством, наверное. Вот прям вчера у нас скандал случился в Смирновску. Это у нас одна из таких известных школ по рисованию для художников. И там один из учителей у них на онлайн-разборе, на Орел Матом, на студентку при всем классе онлайне. Вот они там домашки разбирали, и вот он так вышел из себя. Вот она рассказала об этом в Твиттере, и ей в итоге вернули деньги, но никак не извинились и ничего не сделали с преподавателем. Но травма у него психологическая за это еще осталась. Подробнее можешь рассказать? Да, да, ну... Сейчас, смотри, как она сама сказала по ее словам. Там у нас есть Роман Кузьмин, называется так преподаватель, да. Она студентка концепт-арта. Это там единственный был преподаватель, и у него, как оказалось, не первые такие случаи. То есть он к ней неподобающе как-то подошел. То есть он начал ее критиковать, просто ее персонажи. Вот как она его нарисовала. То есть вот там дизайн, анатомия. Но по факту он просто ставил самоутверждаться за счет нее. Вот эти все записи, то, что он, ну, как, знаешь, это мат и морал, это все вырезали. То есть люди, студентка вот эта, она не смогла это опубликовать в интернете. Она только опубликовала переписку с ним. Она это все есть в Твиттере и сейчас распространяется по социальным сетям. Вот. Но факт того, что у нас в школах могут за твои же деньги с тобой вот так вот плохо обращаться, это не только в школах рисование, это даже просто в обычных, да, это есть. Вот. А кто, просто я хочу больше конкретики. Что конкретно было сказано? Как он, что именно? Если просто не понравился рисунок или плохая была задача? Нет, нет. Слушай, она не выставляла вот этот вот мат именно. Вот это. Там просто она опубликовала его вот претензии вот к тому, ну, какая она плохая, что она там у нее руки и не с того места растут. Ну, вот как у нас любят это говорить, да. Извини, переписка, она вот в интернете. Это чисто вот у нее ник Мириме, это в Твиттере. Как раз таки можно ее найти, поискать. Вот просто загуглить, там, скандал в Смирновском. Да, там критика Романа Кузьмина вот этого. А сам этот Роман Кузьмин, он как, он жил на Западе? Он в Сербии, он сейчас в Сербии находится. Он русский, но он в Сербию переехал, да. Понятно. Он не из России. Иван Смирнов сам в Финляндию переехал. Они сейчас все говорят, вот смотрите, у нас вот Ваня, он наш основатель, он переехал туда, вот в Финляндию, он в Юбисофте теперь работает. И, ну, они строят маркетинг на этом. Типа, давайте вот на наши курсы будете тоже потом за границей работать. Ну, как всегда, как и в Америке, обычно либерахи самые агрессивные, самые нетолерантные, особенно к чужому мнению. В Америке, кстати, то же самое, консерваторы, в Америке они тебя выслушают, но обычно, я имею в виду не политики, а обычный человек, который думает консервативно, он выслушает тебя, он скажет, твоя свобода слова, интересно, можно подискутировать, давай. А что в Америке, что в России, либераха полная, это не классический либерал, который сейчас является консерватором, вот, ну, по крайней мере, на Западе, вот. А имею в виду либераха, который будет тебя затыкать, будет орать, будет говорить, что ты врёшь, некие доказательства приводить не будет, и, ну, понятно. Понятно. Я не помню, мы закончили с мифами или нет? Можешь, пожалуйста, с мифами... Ну, с мифами можно уже закончить, потому что это самое популярное, что там лучше, что там богаче люди, что там и выше уровень жизни и так далее, да? Ну, то есть, это самое распространённое. Они никуда не девались, у нас до сих пор люди свято в это верят. Вот. Ну, вот, кстати, если продолжить тему хейтерства, у нас во Вконтакте есть целое сообщество, которые охотятся за художниками из разных стран, без разницы, русский ты, американец или нет. Вот. И они просто берут и самоутверждаются за счёт этих людей. То есть, публичные такие разборки с ними устраивают. Там, не знаю, на Двентарте они могут быть, на Арстейшене где-то. Вот. Не важно, какой художник. Реально. Вот. Любого уровня. Если видят, что они там фотобашем или метапейтингом каким-то занимаются или, не дай бог, обрисовывают что-то, это всё, это конец. Ну, это просто вот типаж таких троллей. Это люди, которым делать, наверное, нечего и которым надо вот найти, особенно вот новичков. Они любят гасить именно новичков, кто только начинает рисовать, да, не умеет ещё. Вот. И их прям забить всей толпой. Кстати, в некоторых школах, типа Элемент Эдишина, там такие же токсичные сообщества. Вот их основатель Марк Колобаев тоже уехал за границу. Ну, да. И эти же школы вот у себя как раз-таки на курсах учат, что надо работать не в России, в России это непрестижно, это не круто. Надо работать в Пиксаре, в Дримворксе, там где-нибудь в США, вот это круто. Вот это, знаешь, сразу будет уважуха у тебя такая, да, ты состоишься как специалист. Ну, это как-то, это очень инфантильно. То есть, я вот не понимаю, может быть, может быть, я просто не понимаю. Получается, что нужно, это понты просто. Нет, чтобы создать своё, нужно ехать и говорить, а я работаю там на Пиксар или на Дримворкс или ещё где-то, хотя ты можешь просто быть обычным рабом. Ведь в Америке, в Канаде давно уже люди понимают, что они являются рабами системы. Они это понимают. Они понимают, что им, да, есть шансы, они могут как-то вырваться, они могут заработать какие-то свои деньги. Есть определённые люди, которые станут богатыми и счастливыми. Есть, конечно, я не говорю, что таких не существует. Просто почему они говорят, что они, например, живут как в Матрице? Они же не говорят там дословно, вот мы там, в нас воткнули, и мы нет. Просто они живут в ненастоящем мире, они живут в соцсетях, они живут в онлайне, они строят из себя человека, у которого всё великолепно, всё прекрасно, всего может добиться. А по факту это совсем другой человек в реале. И то же самое фактически везде. Вся эта жизнь, там она вот так вот на этом и базируется на данный момент. На этом она строится. Это вселенные вот эти сейчас пошли тоже. Да, да, из реальности. Именно. И также смотришь на все эти соцсети, думаешь, это счастливый человек, который работает в Америке, это счастливый человек, который работает в Канаде. А по факту, хрен пойми, он счастливый, несчастливый, живёт он там у него два человека с ним живёт, или три, или один, вот, и что он вообще делает по вечерам, как он себя... То есть, или она, например. Да, да. И это... Американцы-то в этом разбираются, они это понимают. Вот почему наши думают, что обязательно нужно ехать туда и вот кидаться вот этими понтами, что я работаю на DreamWorks, я до сих пор вот не понимаю. Но школы, вот это тоже трагедия, что школы, по твоему мнению, убеждают людей уезжать туда, чтобы там работать. Даже не по моему мнению, меня убеждали. Я когда сама начинала учиться в том же Real Time School, у нас тоже был преподаватель такой, тот же самый Анри Нема, а там ещё другие преподаватели, которые говорят, вот, но вам надо обязательно туда уехать, там вы состоитесь. А у нас в России такого уровня нету. У нас нету таких технологий, там нету студии. Вот наша Мейлору никому не в пример её. Это тоже не круто работать в Мейлору. Даже несмотря на то, что там зарплата в 2-3 тысячи долларов минимально вот у художников. Ну, подожди. Так я вот тоже не понимаю таких людей. Есть ли у нас этой индустрии нет? Или она существует, но ещё нужно долго её развивать? Ну, да. В этом и есть возможность. Зарабатывают деньги не там, где всё уже сделано и построено. Зарабатывают деньги там, где есть возможность что-то сделать лучше. Да. Как эти преподаватели либо тупые, вот, либо они это специально делают по какой-то причине, по которой я не знаю. Либо они просто тупые, потому что все, вот элементарный бизнесмен знает, деньги хорошие можно заработать там, где можно что-то развивать и улучшать, а не где всё уже построено. Это как раз, это про сериати по том, что в России всё плохо, что мы как это, как китайцы. Мол, если made in Russia, значит, это фигово. Made in USA, это круто. Вот. Понимаешь, это, я думаю, из-за наших фильмов, это из-за фильмов, вот из-за голливудских, потому что у нас было засилье вот этого, чего у нас пропаганда вот эта 30 лет вот была, да, вот голливудского фильма, вот кино вот этого, да, и оно теперь, теперь у людей в мозгах просто сидит. Вот тот же самый Marvel, у нас люди смотрят его, там, комиксы читают, думают, о, блин, надо туда езжать, там, своё что-то создавать. Вот. Нет, 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 это так не работает. Вот, кстати, вот для студентов, которые вот хотят, ну, не знают, как у нас создать свои студии, свой бизнес вот это, да, вот, чтобы им не пришлось вот это релацироваться куда-то, да, вот, я думаю, им можно прежде всего поучиться тому, как вести свой бизнес. Обычно у нас этому не учатся вот специально, да, вот особенно творческие люди, они думают, что вот я лучше там стану исполнителем, рабом тем же самым, да, вот. А так вообще у нас есть целые базы, у нас есть всякие курсы, у нас есть вузы, которые готовят бизнесменов, которые учат о ведении бизнеса, там, упаковке продукта, раскрутке, там, финансовой грамотности, вот этому всему, да. То есть, по-хорошему, ребята, которые вот хотят свою студию, им надо это все поучиться, поизучать там хотя бы пару лет, вот где-то в вузе особенно, да, и потом у них будут все инструменты для того, чтобы даже без бюджета поставить что-то свое. Вот, сегодня можно в онлайне просто даже с какой-нибудь маленькой компанией начать, не знаю, даже во ВКонтакте просто открыть какое-то свое дело, вот, и без бюджета начать что-то уже зарабатывать и продавать, да. Вот точно так же просто студия Феникс, который анимационные сериалы делает, да, она начинала с одного энтузиаста, просто 10 лет назад, с Федора Нечитаева. Вот, он сам решил, открыл там канал на Ютубе, сам вот делал свои ролики постепенно, и за 10 лет перерос просто в целую армию таких вот энтузиастов, как он сам. То есть, они теперь все на зарплате, они там теперь все с контрактами, вот, и они как-то полноценная, настоящая студия. Кстати, она даже круче, чем Баббл, честно, даже по количеству просмотров и по количеству подписчиков. Но они, она существует, они все в России. Она хорошо, да, они все в России, они не стали специально никуда уезжать, открыли именно офис в России. Ну, вообще великолепно, молодцы. Да. Значит, вообще, вот, чтобы закруглять наш интересный такой разговор, расскажи про перспективы тогда. Вот, люди, которым интересно узнать, что будет там дальше с их мультиками, там, с фильмами и так далее. Если там 6 тысяч плюс-минус человек уехало, потому что их компании просто взяли, как-то, знаешь, не насильно, но вот взяли и вот так вот передвинули. Хотите работать, переезжайте. Вот, или сами уехали. Ну, какие перспективы для людей, которые хотят работать, например, в этой индустрии? Что ты видишь в будущем в России с этой индустрией? Слушай, ну, вот, я вижу, что некоторые люди, они возвращаются обратно, они хотят обратно. И, на самом деле, те, кто сейчас вот начинает объединяться между собой, что-то совместно строить, вот даже вот я, вот, людей тоже вот собираю так, будущее у нас самое позитивное, потому что у нас нету конкурентов, они все уехали. У нас очищение такое произошло. Это вот, наконец-то, сейчас нам дали шанс вырасти самим, поставить свое производство. Это, знаете, как, знаешь, как это фермерское хозяйство у нас стало подниматься? Потому что тоже конкуренция ушла. Вот эта вся иностранная компания, там, сыры наши стали, научились делать там всякие, вот, молоко, из-за колбасы нормальной, да? Вот, и точно так же у нас сейчас и с нашей индустрией развлечения, она пойдет вверх. Вот, потому что вот у нас уже есть свои разработчики аналогов фотошопа, там, аналогов 3D всяких программ, да? Вот их просто надо материально как-то вот поддержать, там, хотя бы донатами или, не знаю, хотя бы просто подписками вступления туда. Нас ждет хорошее, замечательно, офигенное просто будущее. Просто надо сейчас объединяться, брать и делать. Там, не знаю, если нету знаний, брать и пойти, поучиться вот этому, как вот тот же самый бизнес организовывать, как с людьми работать, как там персонал нанимать. Вот это все. Это у нас, на самом деле, база-то для этого есть. Мы одни из самых крутых вообще в мире именно по специалистам. Там не только в ученом кластере вот этом. Да, у нас мы художники тоже одни из самых крутейших. У нас есть крутые художники, которые остались здесь у нас в России, которые свои школы понаоткрывали. И они учат, ну, у нас вот некоторые особенно, да? Вот, они учат тому, чтобы работать именно в России, а не туда вот уезжать. Уезжать, да. Что-нибудь в Китае, там, в Японию или в ту же самую Америку. У нас будет все зашибись просто, да. Просто надо себя верить, да, и начинать делать. Ну, как минимум, как минимум нужно создать какой-то определенный маленький план и не думать, что вот... Бизнес-план. Да, и не надо писать огромный, огромный такой бизнес-план. Можно просто все расписать на одной бумажке, сказать, вот, ну, я хочу вот этот сервис, вот, создать вот мои там конкуренты, мне нужно что-то добавить, что-то улучшить, что-то уменьшить, что-то убрать, сделать свою, как бы, такую, ну, не то что свою, а свою территорию, можно сказать так. Да, да, да. Создать что-то новое и уже расписать планы, не думать об этом, как один большой грандиозный проект, разбить это на маленькие проекты, на микропроекты, чтобы не думать, что это невозможно, потому что весь мир построили мы, обычные люди, вот, которые просто... у них появилась какая-то идея, и они захотели это разрабатывать, разрабатывать эту идею дальше. Юля, спасибо огромное, что, во-первых, ты мне написала, и это необычное интервью, я обычно разговариваю, сама знаешь, с людьми, которые жили за границей, переехали, они рассказывают свои определенные истории, вот, но у тебя тут конкретно было, ну, ты конкретно хотел рассказать про вот эту индустрию, через чего она переживает из-за СВО, вот, и какое будущее нас ждет. Если ты хочешь еще что-нибудь добавить в конце интервью, пожалуйста, добавляй, это вот открытый эфир, открытый микрофон. Да, да, спасибо огромное, спасибо огромное. Стас, вот, насчет помощи нашим студентам, да, я сама помогаю составлять такие планы, как раз-таки, бесплатно это делаю, вот, уже, можно сказать, полгода вот этих, да, ко мне как раз-таки люди приходят и говорят, вот, а я хочу тоже свою студию там какую-нибудь открыть, да, у меня были такие люди, как раз-таки, вот, что им надо делать пошагово, вот, выдавала им это все и потом знакомилась с людьми. У меня есть связи в этом, да, у меня есть эксперты, которые могут всему обучить, как ставить свой бизнес, как вот работать, как выходить на рынок, да, вот, так что, если тут кому, кто захочет, ребята, пишите мне, я вам помогу, вот, прям, еще раз повторюсь, бесплатно, бескорыстно, да, у меня такая, у меня цель именно помогать сегодня, потому что мы живем в такое время, мы все в одной лодке, и нам надо сплачиваться, только вместе мы сможем это все пережить. Спасибо, Стас. Согласен, спасибо огромное, что написала, спасибо, что сегодня смогла еще поговорить со мной, вот, дамы и господа, если вам понравился такой вот разговор, такое общение, именно про, скажем, CG-художников, про то, что происходит в индустрии, там, ставьте пальцы вверх, может быть, вам что-то не понравилось, ставьте пальцы вниз, пишите комментарии, это очень важно, я опять хочу повторить, если у кого-то есть определенные какие-то свои истории или свой опыт насчет переезда обратно в Россию, или вы хотите рассказать, как на самом деле люди живут на Западе, то, пожалуйста, пишите с filinamgmail.com, если что, вот, я твои контактные данные оставлю тоже в описании, чтобы, ну, если у кого-то была, да, если кому-то нужна помощь, там, создать бизнес-план, то, пожалуйста, вот пишите, ну, после таких слов люди скажут, проплачено, это все реклама была, это не интервью, это сам Кремль написал, вот, а это подставка, вот, блин, да если бы, вот, вот, самое интересное, что если бы люди знали, что никому за это ничего не платят, я даже не знаю, как доказать, в принципе, это бесполезно, я все равно буду говорить, фотошоп, да, намазано, там, вот это, да, не, никак, чем, чем лучше, чем больше качества, чем лучше видео, тем больше вероятности, по их мнению, что вы работаете на какого-то определенного там, слушай, тогда надо, не знаю, на коленках, на Nokia, какой-нибудь там, это старую поснимать, тоже скажем, не знаю, в гараже каком-нибудь, тоже найдется, кто скажет, это аутентично, видите, как, до чего додумались, вот, ну, ладно, значит, ну, последний вопрос, Юль, ты патриотка своей страны? Патриотка, реально, да, после всего я прям стала реально патриоткой, потому что, блин, не хочу я в Мексику, в Америку, никогда, слушай, я даже свой авторский проект, я не хочу никаких японцам, азиатам, там, продавьте, у меня есть свой авторский проект, целой вселенной, там, не Звездная война, конечно, ну, свое оригинальное, хочу в Россию сделать, поставить, не знаю, получится или нет, но, блин, у нас фантастика должна быть своя, вот, я фантастикой занимаюсь, вот, оригинальной, и не хочу никому продавать, хочу, чтобы у нас Россия была на первом месте, мы можем, у нас всегда были великие люди, вот, время новое, вот, пора. Все, спасибо за такие великолепные слова, ладно, Юля, еще раз огромное спасибо, все, всем до свидания, всем пока. Да, да.